Поздравлением фронтовика Бориса Канельского закончился 9 мая праздничный мотопарад ночных волков. Ретро-мотоциклы М-72, легендарные «Катюши», танк Т-34. Вся эта техника приехала к ветерану под окна его квартиры в Видном. Сам Борис Харитонович не смог усидеть дома. Борис Харитонович Канельский – артиллерист-наводчик. Освобождал Западную Украину, прошел через Польшу, штурмовал Берлин. Был ранен и контужен. После войны почти всю жизнь прожил в Донецке, а в Видное к внучке перебрался 6 лет назад. С лидером ночных волков Александром Залдостановым они знакомы и общаются уже давно. Поэтому байкеры приехали не только для того, чтобы поздравить ветерана. Ваше поручение выполнено. Ваши оба плага доставлены по вашей просьбе. Один к фронтовикским воротам, где вы завершили свой путь, где были ранены, получили контузию. И где остановилась ваша военная история. Второй флаг с вашей росписью доставлен в тот самый надтеречный район, где погиб ваш отец. Дело в том, что фронтовик в том числе просил байкеров добраться до могилы своего отца. Тот в первый год войны погиб на Кавказе. Был похоронен на берегу реки Терек в братской могиле. Борис Харитонович был там в 70-х, но тогда не увидел ни креста, ни памятника. Байкеры не только побывали на могиле, но и сняли небольшой фильм, который и продемонстрировали ветерану 9 мая во дворе его дома. Я не могу найти слов, чтобы выразить, но это большая для меня честь, что вы приехали меня поздравить. Я один из тех, у нас миллионы были. Мы делали все возможное, чтобы приблизить победу. После просмотра фильма и вручения подарков ветерану все было начали уже расходиться, но тут случилось незапланированное. Из окон всех близлежащих домов раздались аплодисменты и слова «Спасибо за победу». Екатерина Борисова, Ольга Садовская, Видное ТВ